здравствуйте как такая мордочка смышленная доброе утро олег всем друзья доброе утро отличного дня и хорошего настроения посмотрите какая у нас погода замечательная 22 градуса на солнце и у нас уже вовсю распустились листочки на деревце под окном которое называется жасмин так и какие у нас дела алексей наконец мне помыл мантышницу вот я ненавижу мыть мантышницу прям вот ненавижу и у меня одно условие готовлю пигоди готовлю манты для меня вот это вот вообще не сложно но помыть мантышницу в просто каторга я всех предупреждаю если хотите манты соглашайтесь на мытье мантышницы алексей согласился на мытье мантышницы потому что манты изначально я готовила много но первоначально я готовила для его сестры в итоге в этот раз манты я готовила в три захода для его сестры готовила потом на следующий день мы поехали к друзьям для друзей готовила и на следующий день у меня оставался еще фарш я готовила для семьи то есть трижды я готовила манты в этой мантышнице после чего алексей мне ее помыл за что ему огромная благодарность так олег у нас начал пить лекарственные препараты я ему вот так написала по две таблетки два раза независимо от еды так еще где-то а где еще коробках лекарства вот это лекарство это у нас железо оно пришло тоже с сайта слушайте друзья вы у меня спрашиваете какой там витамин d олегу все это назначается в лечебных целях не для профилактики поэтому мне не жалко кто мне в инстаграм написал тому я ответила но я сразу предупреждаю витамин d с витамином к из все йодин с йодом йод здесь именно натуральный врач выписала эти препараты этот препарат потому что хотела нам именно натуральный йод чтобы мы принимали в российских аптеках продается только синтетический вот но имейте ввиду если вы тоже хотите натуральный йод здесь дозировка витамина d 5000 м е это лечебная доза то есть когда например мешутка у нас принимает 500 м е это профилактическая доза у олегов 10 раз больше дозировка поэтому имейте ввиду это все лекарства до на в виде витаминов и бэм и комплекс витамин ком витамины комплекса b пропили комплекс витаминов группы b вот 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 это железо это все у нас в лечебных целях вот так я ему написала одна таблетка один раз после завтрака и еще один препарат дорогостоящие заказала уже он в аптеку прибыл я через интернет его заказывала это от каких-то вирусов короче ну не корона конечно здесь вообще ни при чем сдавая анализы выявили какие-то вирусы у него в анализах поэтому еще один препарат волтер их что ли он в аптеку я пришла когда ногами стоит 4 400 а я в итоге его заказала за три с половиной при том что я еще получила 20 процентную скидку то есть мне вообще дешево обошлось 2800 вот такие у нас дела миша уже в школе олег у нас школу идет чуть позже чем миша время 9 часов 5 минут алексей я чуть не с подъемным краном сейчас подняла все таки кто рано встает тому бог дает и это и это на самом деле так потому что действительно день проходит намного продуктивнее я ему вчера с 12 ночи уже говорила алексей пойдем спать пойдем спать алексей пойдем спать все его так сказал 12 не пришел спать он в итоге лег в три часа ночи в 12 не пришел стать спать в 8 подъем все до командую да там кому-то не нравится что я командую но так как это сказать больше дел переделаешь понимаете а дел очень много помимо основной работы в ютуберской еще огромное количество дел расхламить не потому что нам хейтер написали а просто стоит задача расхламить те вещи которыми мы не пользуемся их можно легко и за хорошие деньги продать на авито гироскутеры роботом пылесосом мы не пользуемся с одной стороны удобно им пользоваться с другой стороны мы его включаем раз в полгода так я его лучше продам мы его покупали за дорого а сейчас цена поднялась еще в два раза дороже то есть его можно за ту же цену что покупали сейчас бы уж нам продать почистить хорошенько его протереть аккуратно все сделать у нас все документы сохранены коробки все сохранены вот надо вот этим заниматься что еще еще очень много планов на мукбанги снимать различные хотим у нас остались купоны халявные хотим еще в ресторан пойти какой-нибудь корейский мукбанг снять но в общем планов огромное множество и когда спишь до обеда до 12 до часу просыпаешься уже как бы пока соберешься а на сборы тоже уходят час-два минимум то там уже дело близится к вечеру то там уже ни о каких делах даже речи нет уже отдыхать хочется поэтому а когда утром встаешь запас времени большой пожалуйста куда-то надумали сели поехали 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 и это еще утро понимаете это и это не вечер как в случае если бы мы проснулись в 12 в час дня в общем не знаю кто тут такой красивый греется на солнышке тема до держится об стульчик не знаю хочет обижаться хочет не обижаться алексей в 8 утра буду каждый день поднимать в двенадцать пожалуйста иди спать ему сказала я пошла в 12 спать в итоге а он нет да тима тима да ты тима да ты такой красивый тима спой еще раз песенку ты только что пел песню я не умею спой песню я не умею спой песню ты кто такой пляжник кто здесь такой загоральщик а тима тима ты не запарился кто такой валяка а как пляжник валяка такой кто такой сладкий валяка тима тим с мяу да кто такой валяка загоралька загоральщик такой а море тебе не хочется море не хочется тебе тимаша мяу да мяу да мяу 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 тимоша ласка ласка наш маленький мяу мяу ласковый ну что это за во вражулик такое а но что это за во вражулик такой тима тимоша такой сладкий котейка вот как мы когти точек дайте маша дайте может когти точек малыш да и вы меня просили рассказать какую обувь у нас дети носят дома дети носят олег со второго класса примерно смешанного возраста отдел вот такую обувь ортопедическую мы специально покупаем специализированном магазине обувь с жестким задником жесткий с жесткой подошвой непрогибаемый вот если я вот так поставлю вот она видите толком и не прогибается вот и мы обязательно покупаем стельки ортопедические сейчас покажу уже у олега тоже стерлись ботиночки видите потому что носят они их каждый день но если олег послушный умничка такой и носит их исправно то миша артек вот у олега вот это обувь ортек то миша по 15-20 раз в день их снимает вот смотрите одновременно начали дети носить у олега липучки идеальные мы покупаем еще вот такие стельки они прям вот с вот этим вот подъемником и жесткие жесткие вообще никак не продавливаются не прогибаются ну то есть мой ну то есть специального такие ортопедические стельки покупаем и вот смотрите одновременно дети начали носить и миша и олег новую обувь которую мы им покупали я даже на в прошлом году наверное но год где-то они ее носят уже вот и смотрите как в каком состоянии у олега обувь там где вот эти вот линии сгиба все равно до происходит сгибание при ходьбе там у него подстерлись а застежки посмотрите идеальные вот и олег он когда дома как отдел обувь все он с нее не слазит только когда купаться идет в душ или куда-то уходит и посмотрите в каком состоянии у миши постоянно его ругаю он постоянно еще умудряется вот так вот делать поэтому у него обувь вот в таком состоянии в самое ближайшее время хотим съездить опять в ортопедический вот этот магазин здоровая как он называется я уже не помню что-то со здоровьем связанная магазин ортопедический и вот миша постоянно вот так вот загибает вот в эту сторону свои ботиночки ой у миши вот такие стельки а вот здесь даже что-то как-то ворвалось вообще что-то произошло ну короче эти ботинки уже на выброс я его постоянно ругаю во первых они стоят очень дорого ну как очень дорого порядка 4000 сами ботинки и порядка полутора тысяч стельки у миши тоже ортопедические стельки жесткие жесткие но видите в каком уже состоянии они вот потому что он их не бережет он шоркает он не застегивает хорошо и до конца он малейшее там на кроватку присел просто присел на кроватку начинает снимать ботинки кровать на кровать ноги закидывать короче миша их 15-20 раз в день снимает одевает снимает одевает олежка как отдел так с них не вылазит почему мы стали покупать детям ортопедическую обувь потому что и у одного и у второго у наших детей плоскостопия у олега плоскостопия была настолько сильная да у олега у олега плоскостопия была настолько сильная что когда мы переехали в эту квартиру это был 2013 год олег пошел во второй класс и в школу он ходил сам я выглядывала в окно у него сзади на него смотришь походка даже была нездоровая вот поэтому мы озадачились нашли через интернет сначала этот обувной магазин здоровья потом стали в него ездить потом его закрыли мы нашли какой-то другой прям буквально случайно страховку машину пошли делать а мимо смотрим этот наш магазин артек он называется я уже не помню точно как он называется ну короче факт в том что мы его опять случайно нашли и получается что у нас не было перерыва мы покупаем примерно раз в год детям обувь потому что нога вырастает покупать ботинки нам рекомендовали чтобы был один палец после того как закончилась ножка ребенка пальчики да еще что палец забыл в свободном доступе то есть не до конца не прям вот сейчас покажу не прям вот досюда были чтоб пальцы а пальцы у олега ну сейчас уже выросла нога а изначально мы покупаем вот здесь где-то примерно пальца то есть чтобы вот так один палец то есть чтобы вот так палец взрослого был вот здесь в свободном доступе. Вот до сюда нога должна быть. Вот эти ботинки мы Олегу уже покупали 41 размера. То есть, каждый год мы покупали ему новые ботинки. Сейчас у него уже походка стала более-менее ровная. Плоскостопие, может быть, не на 100% вылечилось, потому что мы ее достаточно поздно начали лечить. 8 лет ему было. Плоскостопию рекомендуют, конечно же, лечить хотя бы до 4-5 летнего возраста. Но, тем не менее, знаете, от того, что Олег послушный, и он носит эту обувь прям с утра и до ночи, пока он спать не ложится, не снимая вообще. Если он дома находится, значит, он будет, он снимет обувь только тогда, когда пойдет принимать душ. Вот. Не снимает обувь вообще. Поэтому у него уже и плоскостопие не на 100%, но уже намного лучше стало. и ножки стали ровнее, и походка стала уже хорошая, ровная. Вот. Что касается Миши, никак не могу заставить. Я вот сказала сейчас, Олегу пока не будем покупать новую обувь. Она у него еще и по размеру нормальная. Нога не так быстро растет, как в то время, когда он был совсем маленький. Вот. И состояние у них еще более-менее. То, что сверху вот это подстерлось, это ничего страшного, на функциональность никак не влияет. Вот. Что касается Мишиной обуви, такую обувь, я сказала, сразу надо отнести на помойку, ты даже ее больше не носи, говорю. Ты только себе вредишь своим ножком, одевая такую обувь. В самое ближайшее время хотим доехать до этого магазина, и Миши купить новую обувь. Но я ему сказала, что жестко буду прям наказывать, я прям буду наказывать, если он будет снимать обувь. Хоть раз увижу, что он в течение дня снимет обувь, прям накажу. Вот. У Миши плоскостопие тоже есть, стараемся, боремся, поэтому дети у нас ходят в таких, в такой ортопедической обуви уже очень-очень давно. Миши не сразу одели такую обувь. Сколько? Это, наверное, вторая его обувь, да, Леша, не помнишь? Ну вот, Миши сейчас 8 лет, и вот эта обувь, по-моему, вторая, я вот точно не вспомню. А так, до этого мы ему какие-то покупали, тоже старались всегда покупать с задней частью очень-очень жесткой, но вначале Миши не покупали именно ортопедическую, и именно стельку ортопедическую тоже не покупали. Просто с жестким задником покупали самую обычную обувь. Ну, теперь на ортопедии у нас и Миша тоже пришел. Такие у нас дела. Ну что, Алексей, готов зрителям поведать о твоем мнении по поводу прививки? Прививки? Да. Я ужасно боюсь. Ну, а по-моему того, что боишься, будешь делать себе, семье. Еще не долюблю. Какие прививки еще? Про от ковида. Про от ковида? Про от ковида. Ну, во-первых, нам пока не надо, мы, потому что переболели и нам у нас еще, скорее всего, эти антителы там еще достаточно много. Вот. Это во-первых. Во-вторых, если понадобится, допустим, куда-нибудь, поедем мы отдыхать куда-нибудь или что-то, то, видимо, надо будет сделать, но только та, которая полегче. Как называется та, которая полегче? Эпивак. Эпивак. Вот. Вообще, по поводу всех прививок сказали так, что и то, и другое, и все, эпивак, и спутник, это просто прививки, ну, как аналог, как гриппозные, которые каждый год у них новые. То же самое, вот этот антикоронавирусный спутник и эпивак. Вот. Единственное, эпивак вроде как послабее, вот, а спутник, который тут посильнее. А как же слухи о том, что таким образом нас хотят чипировать? Как же слухи о том, что после таких прививок часто развиваются раковые вот эти образования, провоцируются? во-первых, слухи, это слухи, во-первых. Это первое, что сказать. Вообще, ни разу не факт, что это на самом деле. Во-вторых, чипировать с помощью прививки, это нонсенс. Чипировать с помощью чипа. Чип его, как ты видела, сама делали, делают этой кошке. Просто в загривок ей загоняется этот чип, специальный какой-то этой штучкой, и все, он там остается. Шприцом. Шприцом, да. Только там как там эпивак, и спутник, это жижа, а здесь специально этот, просто который загоняет именно чип, один и все. И вообще, я хочу сказать, что 10 чипировать, там, расчипировать, все мы давно уже чипированы, все у нас в голове уже, все мы повернуты, все у нас, всем нам, всем можно внушить нужное, нужное нашим руководителям, нужное корпорациям, поэтому они сейчас наглеют, и все собирают о нас данные при пользовании сайтами, при пользовании приложениями, при пользовании социальными сетями, все они от нас собирают информацию, для чего? Для того, чтобы нами управлять, то же самое чипирование, собственно, для того, чтобы нами управлять, нами уже давно очень легко управлять, мне кажется, что это напрасно, как это сказать, напрасно люди этого боятся, это чипирование, в виде чипирования, уже никому не нужно, мне кажется, все равно уже в наших мозгах уже давно произошло, и мы уже легко управляемся, та же самая психология толпы, она уже так хорошо изучена, мы даже не представляем, как она хорошо изучена, мы просто об этом никогда не задумываемся, но тому, кому это надо, очень легко нами управляет, я слышал такую информацию, это давно, еще было давно, когда пошли вот эти бархатные революции во всех странах, и там озвучили, что для того, чтобы строить революцию с отвержением имеющейся власти и приведением нового руководителя в стране, достаточно очень-очень небольшой суммы денег, там буквально вопрос несколько тысяч долларов, даже, по-моему, меньше 10 тысяч долларов требуется, что вы представляете, какая сумма, а вы говорите, чипирование, а если у вас есть 10, 20, 30, 40 тысяч долларов, то это делается намного проще, так что, мне кажется, что с точки зрения чипирования бояться бесполезно, а вот с точки зрения может ли она нанести вред, эта прививка нам, теоретически может, как это на самом деле, я не знаю, был же тоже полгода назад ролик про золотой миллиард, год назад, год назад, хорошо, но я вам хочу сказать, что, как это будет на самом деле, непонятно, тот же самый ролик, год назад появился, и сколько, полгода назад появился, эта прививка, вот сейчас, терпите, ждите, дожидайтесь окончания, этого, когда вот эта первая волна вакцинирования пройдет, вакцинирование, цирочипирование пройдет, и посмотрите на результат, в принципе, я слышал уже от людей, что кто-то успел уже два раза переболеть этим ковидом, вот, таких вроде как уже много, но никаких там супер-мега каких-то страшных вещей с ним не произошло, просто два раза переболел этим ковидом, то есть, эта прививка, она может быть, ну, неэффективной, по силу того, что, либо у человека антитела могут не в достаточном количестве не образоваться, либо он просто попадет, ну, в какой-то другой штамм этого вируса, и все, и он опять заболеет, как сейчас какой-то пугает нас британским штаммом, вроде как уже еще какой-то там придумал, или азиатский, что там будет, не знаю, ну, как сказать, мы пришли к этому, много лет шли, к тому, что мы можем от какого-то вируса всей планеты погибнуть, ну, видимо, этот момент настал, все ждут какую-то всеобщую, как это, чтобы всех антитела выработались, так сказать, ну, большая часть населения планеты, сейчас есть страны, которые уже полностью чипированы, например, Израиль, вакцинированы, или все-таки чипированы, какая разница, чипированы, вот, поэтому, как только, какое-то время пройдет, посмотрим, как там они будут поживать, короче, мы не торопимся делать прививку, будем смотреть на людей, которые уже получили прививки, когда у них начнутся эти, не дай бог, конечно, спровоцированные образования раковых этих клеток, опять, раковые клетки, они же долго развиваются, они же не редко бывают, когда сразу бах, четвертая стадия, все долго, может, мы этого не узнаем, нам никто эту статистику не даст, просто, ну, среди знакомых, разве что узнавать, среди знакомых тоже есть, люди, которые сделали прививку, почему, потому что, когда фильм этот, о золотом миллиарде, год назад вышел, он же так и рассказывал, этот, автор этого фильма, то, что, что будет происходить с людьми после этой прививки, это будет настолько, спустя, продолжительное время, что человек даже не сопоставит это с полученной, там, энное количество времени назад, прививкой, поэтому, как бы, фильмов этих мы насмотрелись, если уж совсем, совсем к стенке припрёт, то это точно будет не спутник, а Жанна Шири спрашивала, почему не спутник, мы как раз таки своим не доверяем, а ждём ваш российский спутник, вот, можешь что-нибудь сказать по этому поводу? не знаю, не знаю, любой врач, как там, кто это, микробиолог, кто этим занимается, созданием этих прививок, скажет, что, нормальную, вот эту прививку, от гриппа, или от чего-то, требуется долго создавать, проверять на людях, там, на каких-то группах людей, а здесь сейчас нас сходу просто придумали, просто на нас и проверяют эту прививку, мы сейчас, как подопытные кролики, мышки, как мышки подопытные, да, поэтому, ну, и пивак-то, она тоже, живот появилась, без года недели, и пивак-то же самое, единственное, я так понимаю, что он легче, он легче, да, легче переносится, его рекомендуют зрителям, людям более старшего возраста, он более лёгкий, если после пивака, ну, вот медики говорят, что не было замечено никаких побочных эффектов, явлений, то после спутника, не у всех, конечно, но повышается температура. Вообще, хочу сказать, я от гриппа, это и при действии тоже бывает повышение температуры, бывает, а у одной знакомой, ну, коллега, мы вместе работали в тот период, у неё муж получил прививку от гриппа, и просто болел страшно, целый месяц лежал дома, вообще ужасно, там у него всё начало заболевать, отказывать, и поэтому, пойдёшь и выключишь в чайничек, поэтому простая антигриппозная прививка может выйти боком, ну, тоже правильно, говорят, что женщина, это как пуля со смещённым центром, попадает в сердце, потом поражает мозг, и выходит боком, вот, поэтому, ну, и прививка тоже может пойти, так сказать, выйти боком, фиг вы знаете. ну, короче, почему не спутник, потому что, от него, не у всех, но есть побочка, поэтому, и пивак, и брат у меня работает в такси, ему, женщина из Роспотребнадзора, тоже сказала, если будете прививаться, если вот прям совсем, максимально откладываете в дальний ящик, этот вопрос, но если вдруг припрёт со всем, что всё, нет другого выхода, то только и пивак, она тоже так сказала, родителям тоже сказали, что и пивак, он более лёгкий, мы не рекламируем, никого, ни к чему не агитируем, просто, сами будем тоже максимально откладывать этот момент, и если, куда бы мы не собрались в путешествие, а мы хотим в путешествие поехать, вот, если в той или иной стране, будет достаточно сделать тест ПРЦ, вот этот, то мы лучше обойдёмся тестом ПРЦ, нежели чем прививкой. Ну да. Некоторые говорят, ПРЦ дороже, прививка дешевле, у нас вообще бесплатные делают её, но всё равно, знаете, лучше два раза тест сдать, чем прививку сделать, результат которой неизвестен. Да. Так что, вот такое наше мнение о прививке. Вот, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, прививались ли вы, были ли какие-то, побочные явления от прививки, уже температура или там что-нибудь ещё подобное. Если вы не привились, то по какой причине будете ли прививаться, нам тоже интересно ваше мнение. Мне ещё понравилось в Израиле, когда они проводили этот период прививки, делали всей стране, у них руководство страны вышло и прилёдно делали прививки. Ну, такие же, как и всем остальным. То есть, люди хотели показать свою причастность к этому, быть с народом и так далее. А у нас какие-то басни рассказывают, что кто-то где-то, когда-то что-то сделал, при этом почему-то ведёт себя как-то странновато и почему-то, ну, не делает то же самое, что вот израильское руководство. Мне кажется, то, что сделало израильское руководство, если стоит задача показать народу, что вот я тоже такой молодец, привился, давайте стопроцентно все прививайтесь, но при этом, если сам там кто-нибудь, Владимир Владимирович, не хочет этого делать, он тоже это может сделать прилюдно, а в ампулу залить какой-нибудь витамин. С одной стороны, да. С другой стороны, насколько я знаю, тем, кто мой это показывает, то там на ампуле было написано то же самое, что в Ампуле. Ну, написать то же самое, что всем остальным и залить туда витамин, уж Владимир Владимирович вообще никакого труда не составит. Ну, опять же, еще, знаете, в последнее время во всех новостях соседствуют две новости. Заболело столько-то и у руководства области края республики страны в планах там столько-то, столько-то сделать прививок. То есть, понимаете, для нынешнего руководства сейчас это приоритетная задача, но при этом людей заболевает много и постоянно какие-то происходят послабления. У нас, например, сейчас народ в магазинах ходит без масок за редким исключением. Вот мы, например, мы в масках ходим. Продолжаем ходить в маске, в аптеке, везде одеваем. Там, где люди, там маска. А народ ходит уже и продавцы, и покупатели все без масок. А при этом цифры привыкли, привились и думают, что я привился, мне все у повара бабочки. Может, кто-то привился, кто-то отвился. Ну, в общем, да, зрители, вы тоже напишите в комментариях, какой прививке больше доверяете, будете ли вакцинироваться, или если вакцинировались, то как вы себя чувствовали после прививки. Вот. Ну, а мы будем заканчивать это видео. Спасибо, что вы слушали наше мнение. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите. Или привет. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова. Пока-пока.